Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о такой теме, как связь с источником, с Высшим Я, и как это влияет на самом деле на жизнь человека. Почему я считаю эту тему важной? Потому что если посмотреть вокруг, то мы видим, что люди часто делают те вещи, которые, ну, они не берут ответственность за них. Они, по сути, не ведают, что творят. И эти действия происходят как раз, когда у них нет связи с Высшим Я, с источником, с тем состоянием, которое мы называем состоянием божественным или состоянием исходным. Почему это происходит? Да потому что просто люди отделены. У них накапливается так много всего, что отделяет их от другого в результате лжи, закрытия, утаиваний, соперничества, совершение каких-то, ну, невероятно таких подлых, гадких вещей, которые потом они сами бывают сожалеют, а бывают и не сожалеют. Ведь вы знаете, что бывает, человек просто начинает оправдываться и не признает, что он совершил ошибку, проступок или преступления. Вот. И получается, что мы хотим наказать такого человека, мы хотим его остановить, мы хотим сделать, чтобы он прекратил совершать эти преступления. Но на самом деле такой человек является, по сути, больным человеком, то есть он, можно сказать, болен душевно, потому что у него нет вот этой связи с Высшим Я. А эта связь, она разрушается с самого детства, на самом деле, с момента родов, когда происходят все эти экзекуции, поиначе это не назовешь, то есть и потом продолжается так называемым воспитанием, которое зачастую сопровождается подавлением, как эмоциональным, так и физическим. Вот. И в результате происходит такое, что человек травмирован, то есть у него так много травм, что он просто не может быть вот в этом состоянии спокойствия, умиротворения, связи с Высшим Я. А это очень полезное и важное состояние, потому что если вы почитаете, то многие люди, которые являются первооткрывателями, они говорили, что они получали эти данные как озарение. Кто-то описывал это более подробно, как к нему это пришло. Многие люди получали это просто во сне, потому что во сне к ним приходили какие-то новые совершенно открытия. Но так или иначе, эти люди, они интересовались этой областью, они уже исследовали ее. Вот. И я могу сказать, что вся информация, все вот эти знания, они открыты. Важно просто действительно смотреть туда и принимать вот две вещи. И как раз этому я помогаю обучиться в результате процессинга. То есть процессинг помогает посмотреть, что же там находится, и отыскать на самом деле все вот эти негативные заряды, которые мешают человеку принятию и способности наблюдать то, что в действительности происходит. Тогда человек восстанавливает свою связь с высшим Я, и у него происходит состояние осознанности, состояние озарения и целостности. Потому что что такое целостность? Это на самом деле целое Я, целостность, это связь с создателем и источником в том числе. И вот постепенно, шаг за шагом мы восстанавливаем эту связь. Потому что когда эта связь утрачена, человек просто в действительности не может действовать осознанно, рационально, а он будет скорее вредить и себе, и другим, и животным, и растениям. Поэтому мы видим такую ситуацию здесь, на этой игровой площадке, которая уже по сути разрушается. То есть ее разрушают сами люди, которые возомнили себя, что они могут действительно делать все, что хотят. То есть не берут ответственность за свои действия. Поэтому я, друзья, призываю взять ответственность за свои действия и вернуться в это состояние связи с источником. Кому эта тема интересна, вы можете писать мне в личные сообщения, в комментариях под видео или любым другим удобным способом. Быстрее всего я отвечаю в вайбере. И, конечно же, я буду рад, если вы поставите свою оценку этому видео. Подпишитесь на мой канал и поделитесь этим видео с друзьями. Колокольчик служит для напоминания о том, чтобы вы знали о новых видео. Они выходят практически у меня каждый день. Вам желаю счастья, осознанности, гармонии и целостности. И до скорой встречи. Продолжение следует...